МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Две возможности. И мы рисуем третью. Мы идем на 37-ю параллель. Пойти туда, куда не ходит никто. Здесь уже нет ничего. Вот с этого момента готовимся к Антарктизе. Забираемся до отопителя, чтобы сделать его ревизию. Держи. Я еще первую не удержал. А я, конечно, носильщик. И выношу вот это все куда-нибудь по лодке распределяю. В кокпит или еще куда-нибудь. Вот это я, мама. Меня там видно? Тебя видно. Я мама. Ты мама. Вот мама. Все, короче, пока. До связи, люди, граждане. Вот это все мы поснимали с диванов. Из-под диванов. Даже здесь подушки с дивана, которые мы разобрали. Самая главная деталь, стратегический запас туалетной бумаги, который подходит к концу скоро. И там где-то вон тоже стол на кровати. Это мы чиним отопитель, чтобы в Антарктиду идти внезапно. Вот такие мы внезапные. Вчера наша жизнь изменилась кардинально. За одни сутки мы решили сделать финт ушами. Вот такой вот. Шли на запад, даже чуть-чуть на север, чтобы в самого попасть. А в итоге повернулись и пошли на юг, чтобы потом пойти на восток до Антарктиды. Вот так мы решили скромненько и со вкусом переждать сезон ураганов. Ну что, продолжаем обзор лодки. Вот у нас есть тут такой трюм, в котором живу я иногда временно. Живут у нас тут два велосипеда взрослых. Один велосипед детский, опреснитель и еще место для чего-нибудь остается. Вот это опреснитель. Там живет. Прикрыт сверху велосипедом. А там в сумках что-то. А там у нас уголь. Запасы угля. На угле лодка у нас уходит. Это детское кресло, которое мы все никому подарить не можем. Лада уже выросла. Велика-2. Там трубы какие-то. И вон тот бачок, бодейка, это от опреснителя? Нет, это отопитель. Вода горячая там делается, в смысле. Не отопитель. Вот здесь делается горячая вода в бодейке. В тех трубах что делается? Так, это у нас идет там воздуховод отопителя и шланги, которые привязаны к трюмным помпам. И выбрасывают воду за борт, если вдруг в трюм вода попадает. Вот, а здесь вот это ручная помпа. Там двигатель у нас еще есть. Мы его сейчас с другой стороны покажем. Красный. Вот это все шланги опреснительные, да? Белые, красивые. Белые, да, красивые. А вот это черная Nokia. Это, так называемый, трейнер, фильтр забортной воды, которая охлаждает двигатель. Ясно. Ой. Продолжаем разговор. Так, ладно, идем дальше. На следующую. Дальше, кстати, закрою. Здесь у нас на самом деле крышки две, а не обе с такой мощной изоляцией, которая является и термоизоляцией, и звукоизоляцией. Поэтому у нас двигатель и не слышно, и не видно. И не греется от него здесь в рубке. А здесь у нас стол стоит, как обычно, если вы помните. Вот, за столом тут такой диванчик у нас был. Раньше, теперь горшок. Ну-ну-ну, не горшок. Здесь у нас отопитель воздушный. Эберспейхер. Благодаря ему в холодных широтах мы сможем отапливаться. Вот только что я сделал ревизию его. Работает. Греет. Так что, будем надеяться, что не замерзнем. Так, вот здесь вторая часть опреснителя. Вот за таким заборчиком Андрюха голубой забор выпилил самостоятельно. Опреснитель туда тоже установил. Вон, какая красивая конструкция из двух частей, он потому что состоит. А заборчик, чтобы всякими товарами, которые здесь лежат в большущем количестве, не повредить все это дело. Так, дальше идем. Вот это все разобранный диван. Вот тут будет вот здесь стол. Сейчас я перемещаюсь в горшок. Бывший диван. Как бы не свалиться. Хоп-ля, фокус-фокус-били-бокус. Вот так у нас весь пол поднимается здесь в рубке. Даже вот эта палка поднимается. И прекрасный доступ к двигателю со всех сторон. Очень удобно там и фильтры поменять, и масло поменять можно. В общем, все тут вот оно рядом. Такой двигатель в масштабе с кэпом я сниму сейчас. У нас, как обычно, все это на ходу делается. Мы в переходе сейчас. Закрываем. Закрываем. С этой стороны две такие же крышки. Это у нас ящики. Здесь живут аккумуляторы. Сейчас я приоткрою тоже замесу тайны. Вот такое аккумуляторное хозяйство. Все, закрываю. Это сервисные аккумуляторы. Здесь были в общей сложности 500 Ач. Вот. И здесь в этом ящике тоже по такому же принципу. Здесь стартовый аккумулятор живет отдельно. Вот. Ну, собственно, протрем все. Можно выключать. А я в шахматы играю. И мы не охота выиграть и тренера. У тренера выиграть? Отлично. А что ты думаешь по поводу того, что мы шли в Новую Зеландию, а пошли в Антарктиду? Ну, на самом деле... На мыс гор мы пошли для начала, да. На самом деле, мне не нравятся долгие переходы, а так-то мне интересно, что там будет. А долгий переход какой у нас будет, ты знаешь? Два месяца. Я считаю, что родители сошли с ума. Я тоже считаю. Очередной раз. Причем в этот раз настолько сильно, что... Да, вот так. Дальше нехуду. Как вам готовы к двум месяцам в море непрерывных? На самом деле я почти готова. Скоро будет холодно и спать ништяк. Скоро это когда? В валенках будете спать. Когда скоро? Ну, еще через недельку, например. Ну да, Новый год нам придется, видимо, встретить в море. И я боюсь, что совсем не в таком лайтовом режиме. Настин день рождения у нас в этом году будет уникален. Тем, что он тоже будет совсем не в лайтовом режиме. А пока у нас море спокойное. Жара жаркая. Курс бейдевинт. Но не острый, не особо напряженный. Вот паруса стоят. Около мыса гор нажидаются туманы, шторма. Холодная погода около нуля даже. Несмотря на то, что там будет лето. Антарктические ветра. Но, в общем, об этом мы пока никому не говорим. Это пока наш маленький секрет. Марина, убери все отсюда. Вот-вот, на КЭП на меня уже ругаются. Еще в Антарктиду не пришли, а я уже попала. Пошла вот это я убирать. Вот этот велосипед, один из выживших. Все, пока. Андрюха наконец-то починил обогреватель. Теперь можно даже в Антарктиду плыть. Вот это вот все, что вытащено из трюмов. Все еще здесь лежит. Но скоро перестанет оно так делать. Это канистры для воды. Одна там есть полная резервная. Канистры для топлива. Там у нас впереди красные. По бортам. О, Господи, под парусом. Спокойный очень переход пока идет. Мы пересекли 18 градус южной широты. Тут у нас кружок барахольщиков. Тут вот штурвал еще есть в яхте, да, и компас. Компас. Погода вот такая, совершенно прекрасная. Сейчас прилетала удивленная Олуша. Вот так, например, селу ребенка случилось здесь. Здесь никто не хочет. Когда мы плывем на 37-й параллель, нам же надо найти остров Марии Терезы, искать капитана Гранта, мы плывем. Эй, вы в трюме. Кто там в трюме? Никто не в трюме. Вон там у нас все разобрано, раскладировано. Починил обогреватель? Да. Что, на 37-й параллели греться будешь? Еще как. Все. Мы отправились искать остров Марии Терезы. Пишите в комментариях, что вы еще хотите увидеть в наших новых выпусках. Если вам понравилось, ставьте палец вверх. Если вы нашли это видео интересным и полезным, поделитесь им с друзьями. Подписывайтесь на наш канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Пишите в комментариях, чтобы не пропустить новые видео.